я вот хочу рассказать о том как я пережил встречу с богом хочу рассказать как все-таки я говорил что встретился с богом да ну ну тут же сказал что но я ничего такого великого никогда не видел в своей жизни нет не видел великого и встретился я с богом не потому что я увидел это своими глазами или почувствовал своими руками да или как-то вот верой и духом святым и знаете я понял что это настолько драгоценное она открылась мне вновь читаешь писание иногда бывает открывается вновь или ты просто проходишь это вот и о чем я хочу сказать вот читаем это откровение 21 глава 11 с 11 текста а давайте дальше 10 и вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город святой иерусалим который не сходил с неба от бога он имеет славу божию светила его подобно драгоценнейшему камни как бы камню ясписы яспису кресталовидному вот я когда прочитал это мы не аж проник вот дух святой не остановился я остановил это на минуту думаю надо изучить этот текст я проникся через веру самого как был унесся верой прямо туда в этот город да я постоянно это хорошо знал это читал всегда представлял об этом думал ну так как я это пережил сейчас я не могу это просто сказать словами это будет то же самое звучит и как и тогда ну действительности в сердце своем я пережил это по-другому потому что осознал это как бы увидел ближе вот это как будто суток рядом стало со мной к вообще кому-то близко он имеет славу божию светила ему подобно драгоценнейшему камню как бы камню яспису яспису кресталовидно он имеет большую и высокую гору стены и и имеет 12 ворот и на них и 12 ангелов на воротах написано именно 12 колен сынов изра израилевых с востока трое ворот севера трое ворот ворота до везде дать стена города имеет 12 оснований на них имена 12 апостола фанкса тоже и и колена израилев и а и и апостолы они там занесены как то есть на них есть вы ворота и стены и что тут написано кому что стена города имеет 12 оснований на это для апостола на 12 основания 12 ворот это 12 колен израилев бог божьей верности вот в этом открывается вот но я хочу сказать о славе божией который и когда почитаешь все это и ты понимаешь что ну вот прочитываешь это и видишь какая что бог приготовил насколько это благословенное и чудесное для нас и я обратил на то внимание что светило его есть яспис кристалловидный сама и они он имеет смотрите он имеет славу божью почему так ну просто славу божью на самом деле это свет божий это получился он имеет славу божью то есть вот в славу божью зашел там там не надо техник их лампочек и не помогут эти не нужны вот это свет это все это полностью весь комфорт как это сказать еще комфорт у нас только такое слово есть тебе не холодно не жарко где ты ни в чем не нуждаешься ты сыты ты счастлив ты это рай вот слава божья и он и он он имеет славу божью вот светило его тут напоминать светило но когда он проводит это все перечисление он как бы сам я он забывается то что надо им рассказывать про стены про улицы про все рассказывать как бы забил забывает о том что надо сказать людям смотря на землю вниз будет но у них там луна и солнце светит нашим сказать что там нет никакого не луны и солнца и тогда он вспоминает и на него говорит и город не имеет нужды ни в солнце ни в луне ни в луне для освещения своего ибо слава божья светила его и светильники его агнец и вот еще одно из доказательств божественности христа является ну читайте внимательно смотрите зачем как бы составлять на чем уже доктрину можно на других есть основа сообщена других текстов писали ну вы смотрите сюда внимательно где его там все они может еще никто не не сделал это неправильно а вот вы смотрите правильно на это он имеет славу боже то есть светило его понимать и светило его подобно тому то есть славу божию и светило они здесь состоят как одно вот он описывает именно об этом а здесь когда он описывает осветили он говорит светило его агнец то есть он отождествляет агнца с богом со славой божьей вот в чем его является и всегда иран приводит это эти параллели когда его читаешь книгу откровение и она и вообще других посланиях и она он всегда эту параллель и всегда вот он с богом эту параллель постоянно знаете как бы переложить только один то сюда то сюда то сюда то сюда и так читаешь его не пойму же это бог или 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 христос здесь он говорит и ты смотришь понимаешь то дело в том что он говорит хочет подчеркнуть этим тем что он так варьирует немного вот в начале вот книги откровения в первой главе там такие есть момент что он хочет подчеркнуть божественность христа вот он чего хочет постоянно обрумом именно это и делает он всегда это подводит как если как цели то есть по них понимаете правильно вот это что он есть истинный бог потому что он есть частица самого бога и бог отец есть то есть три единства она существует это надо подчеркивать с этого и так я просто прочитав это я увидел как бы ну каков бог сам по себе великий и чудесный через это и вот здесь три раза употребляется слово яспис яспис то есть то есть светило его подобно яспису яспису кристалловидному стены него из ясписа и основание его первое опять-таки яспис вот стена была построена из стена его построена из ясписа основание основание первое основание стены были укреплены всякими драгоценными основание стены города укреплены всякими драгоценными камнями основание первое яспис обратите трижды это упоминается это он я посмотрел немного про яспис и знаете он такой многоликий сам по себе как и наверно как сам бог знаете что имя бога них про никто не произносит это тоже одно из чего мне бог сказал это то что в действительности это факт ну что имя больше человек не может произнести не только потому что это запрещено человеку а потому что человек не может сказать это слово мы не можем сказать это слово мы не знаем как и как оно звучит для нас потому что бог настолько большой и настолько великий что его невозможно назвать одним словом как бы или это слово невозможно для человека произнести это факт мы называем почему-то в ветхом завете мы прочитывать много названий у бог бог милущий бог благословляющий бог защищающий бог воинствующий бог стоящий за тебя это дающий ну я уже так сам этот атак название да сова лов какие еще есть это вседержитель ну другие есть имена вы знаете их можно их привести вот почему эти имена есть потому что они отображает самого бога бог такой мне нужна какая-то какая-то милость от бога дай мне бог милости он тебе дает милости и это есть бог для меня каким открывается как милующий мне нужна победа значит бог выходит со мной на сражение и он не дает победу бог саваох да там сильный бог и ну и и вот так много всяких всевозможных названий у саваох бога и описание бог их много и всех их даже невозможно перечесть потому что в глубине своей он имеет его его и больше чем мы можем даже представить себе его большую благость и милость она больше чем мы можем ее себе представить поэтому бога одно есть имя которое невозможно человеку произнести открывается он вот так чтобы понять его многогранность потому что это подобно как солнце на вот оно солнце светит и светит она вот мне допустим я на море загораю мне два от моря до брог что я загораю другой допустим выращивать помидоры благо ему от от солнца то что он не созревает там до ему строитель строит настройка вот хорошо что это не зима я могу строить да другому другое дают там да кому урожай кому что ну солнце каждому дает тепло и дает каждому добро такое какое он хочет о ему нужно сейчас вот это некий образ конечно он примитивный этот образ но это и бог заложил это чтобы мы через это понимали его самого бог вот так как солнце она дает добро каждому по отдельности то которое ему нужно вот это добро также и бог он дает открывает тебе свою милость вот такую которая и ты можешь иметь вот которую я получил вот она для меня это благословение вот то что мне нужно вот вот ближний со мной рядом со мной вот ему раз и благодать пошла и ему то что ему нужно оно не нужно его ну я нужно вот неё она благословенное она приходит от бога ges buttr лучшего я не могу получить потому что воля божья избокая угодно и совершенное вот благая потому что она добрая угодная потому что она угодно и она и тебе угодно и в полной мере и совершенно то есть лучшего варианта нету вот такая истина о bagi получается и И еще один такой момент хочу сказать, что древние египтяне верили в Солнце. Я не проповедую идолов, не думать. Мы скажем, вот какие они глупые были. Но я бы не сказал, что они настолько были глупые, что они говорили о Солнце. Просто люди не знали истину. Это заблудшие люди. Хотя, конечно, понятно, что они могли бы знать истину, если бы они просто посмотрели немножко не на свои пирамиды, а посмотрели на этих евреев, допустим, или на того пришедшего Абрама, то они могли бы все узнать истину. Но я не об этом. Я хочу сказать, что просто они своими мыслями думали, понимали, что Солнце, что оно светит, дает все это добро. И как бы оно главное. Знаете, я еще рассказал, что это некий прообраз. Это некий образ, который Бог дал нам, чтобы понимать его. Все творение, оно все говорит о нем. Понимаете? Просто каждое по чуть-чуть и так костно. На примитивном уровне. Знаете, это как кубики для детей. Там слаживать красный, синий или красный надо. Зеленый зеленым слаживать. Вот такие вот. Ты же не будешь слаживать один. Не по цветам. Вот слажив по цветам. Вот так. Все просто. Очень достаточно. Также и для нас это очень просто. Мы же видим Солнце. Оно стоит на месте и дает каждому добро. Значит, Бог такой. Он, как и Христос сказал, что посылает дочь на каждого человека. На всех. Он благ и милостив ко всем. Он просто хочет, чтобы человек отвечал ему тем же. Потому что в нем есть добро. И вот еще. То есть из-за этих египтян, что они так верили. Может быть, их разум был только настолько примитивным, как вот этот младенец детский. Они не зная истины. Они сопоставили, что это самое то, что они могут знать. А истину Бога они не познали. Потому что они не познали, что это светило всего лишь на творение рук Божьих. И еще такой момент. Вот без светила не существует никакая система. Вот наша Солнечная система и другие системы. Все вокруг звезд. Ну, будем говорить о нашей Солнечной системе. И в системе все ее знают. Вот Солнце. И вот если его бы не было, то и существуют такие температуры, как минус 250. Ну, это даже просто дальше от Солнца. Там где-то Меркурия. Там такие морозы. 250. Я не понимаю, как такая температура может существовать. Я понимаю, что если мороз, вода заморозит, там минус 10. Все, ну, что, это же запредельная температура куда-то ниже еще. Какие минус 50? Ну, если минус 50, ладно. Ну, куда ниже еще может быть? Зачем она ниже? Как она вообще может опуститься ниже еще температура? А оказывается, существуют там вообще какие-то запредельно низкие температуры. Как и запредельно высокие на Солнце. Это понятно, что низкие температуры символизируют смерть. То есть без Солнца, без светила, жизнь невозможна, потому что это смерть. В любом случае там невозможно никакого существования, ничего. Это смерть. Ну, если приближаться к Солнцу, то выдержит ли какая материя туда? Нету никакой материи, да? Потому что он все сгорает там. Это прообраз некая. И надо держаться на каком-то расстоянии определенном. Это как истина Слова Божия, которую Бог нам дал. Вот это истина. Вот тут будьте, находитесь вот здесь. Вот здесь, вот здесь находитесь, и будет жить хорошо. Как и наша планета Земля. Вот она находится на определенной орбите. Здесь хорошо, здесь уютно, комфортно. Все. Ближе Венера сгоришь там. Сюда дальше чуть-чуть. Все холодно. Замерзнешь, не выживешь там. Там смерть. А ближе можешь сгореть, потому что никакая плоть не может приблизиться к Богу. Потому что Бог есть истина и огонь поедающий. Так и сказано. Невозможно приблизиться к Нему. Но Бог так подведет нас, что мы зайдем в этот чудесный город. Вот в этот чудесный город, где Его слава. И надо быть там духовной личностью, чтобы туда войти. Без никакого зла, никакой черноты, вот такого черного не должно в твоем сердце быть. Не должно быть. Все должно быть белое. И даже то белое, которым только Бог может отбелить. Сам ты не можешь себе сделать белым. В таком белом ты не войдешь туда. Тебе нужно только то, что Бог дал. И тогда ты войдешь в эту славу Божию. И там уже ты не сгоришь, а наоборот ты зайдешь в рай, в комфорт. Это величайшее чудо. И это, знаете, это не какие-то сказки, не какие-то фантазии, не какие-то чьи-то выдумки. Это истина. Вот это слово истина. И мне Бог ее открыл, эту книгу. Я ее хорошо понимаю. Хорошо понимаю книгу Откровения. Именно так, как оно и говорит. И я вижу, как эти пророчества все сбываются. Я рассказывал о трубах, о печатях. И все это действительно так оно и есть. Я могу рассказать все подробно и дальше. Не знаю это все дальше. И буду это рассказывать, конечно. Ну, я за то, что когда читаешь и понимаешь, что Бог когда-то давно об этом сказал. И вот оно все приближается. Оно настолько, я читаю, как мы, насколько близко, насколько близко. Ну, еще чуть-чуть поживем, и оно уже сбудется. Все равно уже сбудется. Ну, если мы не доживем даже до этого. А может, и доживем. Наверное, у апостолов и была такая вера, что они были такой сильной верой, что они говорили, да, вот, Христос вот скоро. Мы доживем до Него, как Он придет. Я уже как-то, как читаешь и думаю, что вот это вообще уже совсем близко, мне кажется. Ну, действительно, я основываюсь по фактам, что это очень близко. Но знать, конечно, время мы не можем. И поэтому, когда видишь, как оно исполняется, это Слово Божие, как Христос проникает в тебя, во-первых, как Слово Божие исполняется, приходится. И ты понимаешь, что те слова, которые тут написаны, все истины. И вот этот рай, который там описан в Откровении, в последних главах Откровения, что Он такой и есть. Золото Его, как чистое стекло. Я вот не, даже как это, золото, как чистое стекло, прозрачное. Ну, там есть золото или это стекло. Вещи, которые для нас непонятны совершенно, непонятны, но это так и есть. И треба жизни, и вода, вода, которая там течет, все это наполнено вообще полностью благодатью. И вот мы испытываем какие-то нужды или еще что-то. А там из жемчужины ворота сделаны. Это вообще, ну, там, что описывается, это благодать полнейшая. Не будет там никакой беды больше, не будет никаких слез, не будет никаких горести. И мы вот к этому уже приближаемся, к этому рубежу. И главное сделать выбор нам сейчас здесь, определиться и увидеть верность Господа. Ведь, смотрите, апостолы избрали его, простые рыбаки избрали его. И они что, ну, что такого вот прям особенного они сделали? Нет, ну, конечно, не особенного сделали по нашей вере. Ну, а так, если разобраться, они же не сделали каких-то великих открытий там для мира или еще что-то там, не завоевали там, не построили какие-то небоскребы, я не знаю, там, не стали президентами или кем-то таким, что-то отличились, какие-то достижения научные не открыли в этом плане. Но они просто приняли Христа. Вот они приняли Христа, последовали, сделали и послужили Ему верно. То есть они верой приняли Его. И Бог, храня эту верность, Он их записывает там на стенах. И у каждого из нас есть своя благодать. Если ты сейчас услышишь это слово, если ты Его примешь, Его верность, которая есть у Него к нам. Мы сто раз Его предавали, грешили против Бога, но Он сохраняет к нам верность. Если вот сейчас ты посвятишь свою жизнь Ему, проявишь к Нему свою верность, тоже ответишь как дружбой такой, верностью дружбой, то Он свою благодать, которую приготовил для тебя, Он тебе даст ее. И ты в раю в этом будешь абсолютно счастлив с тем, что у тебя есть. И как оно у тебя есть, понимаете? Просто туда ступить одной ногой или даже просто его увидеть, это просто неописуемо. Но нечестивым людям невозможно будет не увидеть, не ступить туда и никак не быть с этим. Поэтому, а кто такие нечестивые? Жестивые – это люди, те, у которых нет Христа в сердце, у которых нет вот этой истины, которая через Христа, Божья истина. Потому что Бог творец его, он главный мозг, он все это создал, придумал, да, и сын от него, он родил сына своего собственного, понимаете, и он поэтому является его частицей. И все это истина у Бога, и она пришла к нам через Иисуса Христа, к нам раз и пришла к нам, и мы должны ее принять глубоко туда. Раз, но если приняли, поняли это Духом, уразумели, вот тогда это, тогда Слово Божье может жить нас. Тогда, если мы исполняем, идем по этому Слову Божьему, не по закону какому-то, не по каким-то обрядам, оно в сердце должно всегда быть. Что бы ты ни делал бы, делай это как для Христа, так учит нас Писание, говорит, не для выгоды собственной, а именно для Бога. И вот когда ты так живешь и не делаешь никакого зла, делаешь добро, тогда Бог тебя запишет в свою книгу, и Он тебя возьмет туда, в свой рай, и даст тебе свою благодать, которую Он приготовил для тебя, которая именно будет для тебя, и которая будет для тебя благословением. Вот так я выразил свои мысли, рассуждения о Бои. С миром Божьим, братья и сестры. Может быть, слова мои есть слова, но, знаете, если вы будете сами молиться и обращаться к Богу, Дух Святой сам придет к вам, и ей как бы передаст вам ту истину, которую вы сами уразумеете и поймете. Хотя истина, она одна, но я имею в виду, Он ее преподнесет так, чтобы вы поняли. Вы молитесь об этом, и Бог вам откроет. С миром Божьим, всем благословениям. Аминь. С миром Божьим, всем благословениям.